Можно и начать наш расширенный технико-экономический вебинар. Приветствую, дорогие друзья, те, кто присоединился, те, кто перешел с вводного технико-экономического вебинара. Я искренне надеюсь, что были люди, кто в первый раз присутствовал на презентации Skyway, на вебинаре Skyway. Пожалуйста, пройдите опросник, если таковые есть. Сейчас, естественно, мы несколько вебинаров подряд будем освещать новости с Инотранса. И очень много мыслей на самом деле, дорогие друзья, появилось после выставки Инотранса, даже до нее, потому что родились целые концепции, целые стратегические направления. И я могу сказать, что это правильный шаг, это правильный путь, как когда-то был выбран Юнибай в качестве одного из стратегического направления. Во-первых, хотел бы рассказать о том, что произошло буквально по ходу на выставку Пинотранс в Берлине, то есть не без приключений. Я уже к этому привык в хорошем смысле этого слова, иначе будет немножечко скучно. У нас с женой задержали багаж, и это, кстати, я обязательно подберу статистику, потому что родился слоган такой маркетинговый, то есть он, естественно, не для крупных инвесторов, но в принципе качество жизни человека, сохранность багажа и отсутствие вообще потерь, задержек багажа, потому что миллионы людей теряют багаж вообще на сегодняшний день во всем мире. И такой вот слоган появился «Строй Skyway, спасай багаж». Ну это как лирическое отступление. И когда насчет этого всего начались раздумья, то проживая вместе с Сергеем Анатольевичем, мы с женой жили с Сергеем Анатольевичем, как-то общались насчет наших Юнибегов. Сегодня мы их называем Юнибегов, и, собственно, Юнибоксы сейчас, можно сказать, переросли в концепцию Юнибегов. Почему? Потому что сама концепция заключается в том, что Юнибокс – это будет немножко другое. Это как практикующие футурологи, основываясь на инженерной технической школе Анатолия Эдуардовича Юницкого, мы можем сказать, что Юнибокс, да, действительно, для пассажирского транспорта не особо подходит. Почему Юнибег? Потому что это чемодан. И «всё своё вожу с собой» родился такой же слоган. На английском мы, на самом деле, продумываем, и нужно такой вот звучный, но это армейская поговорка «всё своё ношу с собой», и «всё своё действительно мы будем возить с собой». Сейчас я вам раскрою суть этого высказывания, почему «всё своё вожу с собой», и почему действительно Юнибек станет уже новым поколением Юнибайка и будет вбирать в себя множество, действительно, множество различных отраслей в виде открытой платформы, как сегодня, допустим, Android. То есть Android нам предоставляет возможность, компания Google предоставила возможность разрабатывать любые мобильные приложения и использовать их на открытой платформе. Так вот, в Юнибайках, когда Юнибайк станет Юнибек, то есть это новое поколение, когда у него появится целый набор дополнительных опций, которые действительно будут позволять комфортно нам перемещаться в любой стране из точки А в точку Б. И это будет, вот есть такой термин, Виктор Бабурин в своём докладе представит, который он на Министерстве транспорта Российской Федерации на одном из круглых столов представлял как Mobility 4.0, то есть мобильность 4.0. Ну, я бы назвал нашу мобильность вообще мобильность 5.0, потому что это всё-таки пятый вид транспорта, это транспорт второго уровня. Но все говорят в Европе о мобильности 4.0, об ускорении процессов именно обмена данными. То есть никто не говорит об повышении скоростей, да, естественно, об этом говорят вакуумные трубы. И в России пытаются изобретать вакуумные трубы. И, собственно, Hyperloop пытается изобрести вакуумные трубы, несмотря на то, что был проведён ещё несколько назад конкурс по выбору лучшего дизайна капсулы, кабины Hyperloop, ничего не сдвинулось, и что они показали. Я на стенде даже не присутствовал. Вполне достаточно того, что показал Михаил Кирыченко в нашем новостном блоке. В конце вебинара обязательно поставлю, потому что действительно стоит посмотреть этот репортаж, что же показали наши так называемые конкуренты. А ничего они не показали. И, соответственно, наш Unibike, немножко вот я отступил, получает такие опции, как ионизация воздуха, массажное кресло, как различные системы мультимедиа, как различные проекции на экран, виртуальная реальность, 3D изображение. Потому что у нас руки будут свободны, нам не нужно будет крутить баранку. И, соответственно, это будет уже концепция Unibike. Если это двухместный, то всё своё вожу с собой. Вы можете использовать такую фразу, как «возьми меня свой чемодан». И, кстати, по Фрейду я говорил на прошлых вебинарах, такие фразы, потому что название Unibike ещё не родилось. И как раз-таки вот свой чемодан вы сможете взять в жену, друга, либо собаку, как вот наши немецкие коллеги говорят, что без мохнатых зверей пушистых не всегда могут перемещаться и очень любят своих домашних питомцев. И, соответственно, представьте то, что вы из своего дома, вот на прошлом вебинаре я представлял эту концепцию, либо в чистых тапочках, либо вообще босиком, входите в своё мобильное передвижное персональное пространство. Виктор также представит это в своём докладе, вот эту концепцию, переработанную для Министерства транспорта Российской Федерации. И попадаете в этот мир действительно различных приложений, различных аппликашн, которые будут различные разработчики в виде открытой платформы использовать, внедрять и увеличивать капитализацию бизнеса Unibag. Это, соответственно, как сегодня появился концепт смартфона, появился концепт смартфона, то есть сам телефон с интернетом, сенсорный экран и с возможностью, соответственно, скачивания различных приложений умного телефона. И также Unibag, он станет ещё более интеллектуальным, ещё более Unibag. И есть такая система, несколько систем сейчас ведётся, на самом деле, целая конкурентная борьба. И Microsoft ведёт эту конкурентную борьбу, и Google, IBM, Watson сейчас впереди всех. И какой искусственный интеллект обретёт своё начало в наших Unibag, кто будет вашим персональным юником, персональным ассистентом, либо юни по аналогии Siri в Apple. И, соответственно, это покажет, естественно, время. Но кто-то будет, потому что это открытая платформа, и сюда будут стараться вместить всё максимально эффективное, всё максимально современное. И многие фирмы будут действительно рады, то, что это открытая платформа. Это что касается концепции Android, то есть открытой платформы, и то, что действительно все смогут различные нововведения применять для наших Unibag, которые перерастут из Unibag, более высокоинтеллектуальные ещё, и более комфортные, более инновационные мобильные персональные пространства, причём передвигающиеся из точки А в точку Б, без отрыва от нашей повседневной жизни, деятельности. То есть концепция мгновенного перемещения. Если говорить про то, что было на Инотрансе, то глава канадской железной дороги отметил своим достижением, что был подключён Wi-Fi бесплатный, что давно у нас в метро в московском и так далее. То есть это никого этим не удивишь. И, соответственно, президент Deutsche Bahn, это одна из серьёзнейших корпораций, я видел их офис, видел их башню, видел их станции, и о станциях я тоже чуть-чуть попозже расскажу. Они двигаются в направлении диджитализации, то есть в направлении оцифровки нахождения внутри подвижного состава. Они не работают в направлении увеличения скорости, увеличения транспортной доступности. Они конкретно работают в направлении обмена данными внутри своих подвижных составов. И поговорим о рынке электромобилей. То есть я немножко подвожу к новой концепции, которая была рождена в качестве мысли на сегодняшний день. И мы доносим лишь потребность рынка Сергея Анатольевича. Но очень много людей спрашивали, а сейчас развивается неимоверно рынок электромобилей. То есть тоже такая соревновательная гонка ведётся. И я сброшу вам статью про самый мощный электромобиль. Если мы на вводных технико-экономических вебинарах говорим про Бугатти Верон, то разработали электромобиль в два раза более мощный, чем Бугатти Широн. Есть такой электромобиль. Почитайте, посмотрите. И более 580 км в час скорость этого электромобиля. То есть это электрический дрэкстер в Энтуре Баки. И что касается нашей производительности, то есть 548 км в час достиг скорости этот электромобиль. Что-то мне подсказывает. Юнилеты в 2018 году достигнут ещё более серьёзных скоростей. Мы ещё посоревнуемся. Но многие спрашивали. Сейчас Tesla S появился, сейчас другие автомобили. Есть и конкуренты, и убийцы, так скажем, Tesla S. То есть это Faraday. Джордж Ходс, он вообще пошёл наперекор Илону Маску. И если Tesla, как он позиционирует, это iOS, то его стартап, который делает автомобили марка Acura и Honda электромобилями, умными, беспилотниками, то стартап Кома ААА позволит стать андроидом в этой сфере. И, соответственно, вот что, если говорить про iOS, у нас iOS, дорогие друзья, тоже свой будет. И сейчас очень серьёзная мысль, которую я хотел бы озвучить, которая пришла нам после выставки Inotrans. Действительно, как аналитика, и как один из выводов Inotrans. Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял очень правильную стратегию демонстрации, одновременной демонстрации на лёгкой прогулочной трассе. То есть вот эти вот наши Г-образные опоры, как юнибайков, так и подвесного юнибуса, который вы увидели на видео. И многие эксперты, технические специалисты подходили и спрашивали, и точнее утверждали, что наверняка у вас в этих подвижных составах различная путевая структура, наверняка они не взаимозаменяемы по путевой структуре. Наверняка именно производительность и способность выдерживать нагрузки путевой структуры не будет подходить к обоим этим подвижным составам. На что мы отвечали, что нет, это универсальная путевая структура и эти подвижные составы взаимозаменяемы на этой путевой структуре. Одновременно могут перемещаться как юнибайк, так и юнибус друг за другом, например, либо только юнибайк и только юнибус. И вот это будет продемонстрировано. Вы видели вообще в репортажах прошлых, насколько быстро возводится анкерная опора лёгкой трассы. То есть это менее четырёх часов. Да что менее четырёх часов? Менее двух часов и вторая анкерная опора вообще где-то 40 минут. И это только первые испытания, только первые опыты возведения анкерных опор. Что-то нам подсказывает, что в будущем возведение будет ещё более быстрым. И, соответственно, во многих европейских городах на сегодняшний день инфраструктура транспорта второго уровня уже готова. Не только в европейских, но и в российских. Ещё до того, как мы услышали от рода Хука, были такие мысли Сергея Анатольевича. Так, вообще вот инфраструктура юнибайков это фактически фонарные столбы, но со способностью выдерживать нагрузку от путевой структуры. То есть, фактически фонарные столбы можно заменить на наши г-образные опоры системы освещения. Вот и сети юнибайков и в будущем юнибегов, которые будут курсировать по европейским и российским городам. И на самом деле я увидел то, что порадовало и печалит на самом деле граждан Берлина. То, что у них по всему Берлину и экскурсия также вот вещала об этом простирается внешне на втором уровне водопровод. И, соответственно, опять же, это говорит о том, что инфраструктура второго уровня уже заведомо возможно в этом европейском городе. Если говорить про то, как оценил нас вице-президент Симмонс, это произошло на втором дне. В конце второго дня соответственно подошел вице-президент даже первого дня, если не ошибаюсь. Да, первого дня подошел вице-президент Симмонс и задал вопрос. Хорошо, замечательная технология. А когда вы продемонстрируете уже действующие образцы, мы говорим, что это как бы действующие образцы и эти машины будут перевезены в Минск для демонстрации уже в ноябре в движении. Он удивился, говорит, а какой максимальный пролет? 3-4 километра. А какой пролет вы сейчас делаете? То есть мы ответили 250-400 метров и никто в мире, дорогие друзья, не может сегодня сказать, что да, он сделает пролет 250-400 метров и да, по ним поедет транспорт второго уровня. Я уж не говорю о том, что вообще мало кто движется в логике транспорта второго уровня с теми результатами и с теми достижениями, которые мы сейчас имеем. И собственно, если говорить про то, какая реакция была у вице-президента Симмонс, ну, конечно, он не посидел, к сожалению, в Unibike, потому что в Unibike даже все самые серьезно настроенные люди расплывались в улыбке, а как не расплыться, если ты покрутишь педали, ты потыкаешь на монитор, на сенсорный экран, можешь включить музыку, можешь регулировать вентиляцию, можешь регулировать освещение при закрытых дверях, можешь наслаждаться действительно высоким качеством отделки, которая более серьезная, чем у Mercedes и BMW, с учетом того, что, как вы слышали из ролика, эти корпорации сейчас мало уделяют внимания качеству, а больше уделяют массовому производству. И, соответственно, после этого к нам начали подходить многие представители корпорации Симмонс, и это был отдел подвижных, департамент создания подвижных составов, они сказали, что мы с удовольствием посотрудничаем, с удовольствием поприсутствуем на демонстрации, естественно, как бы мы махали головой, самое главное, дорогие друзья, то, что вице-президент и все его коллеги Симмонс не воспринял нас конкурентом. И это действительно так, то есть он услышав ответ, что на 250-400 метров сейчас будет монтироваться по пролету легкая прогулочная трасса, совмещенная с городской пассажирской, может универсально перемещаться как юнибайк, так и юнибус с пропускной способностью до 100 тысяч человек соответственно в сутки. И что касается его реакции, да ребят, вы же можете сейчас уже решать серьезные инфраструктуры. Вы фактически, ну вот как мы объяснили, то есть он это не понял, мы объяснили, мы система транспортных лифтов, то есть мы перемещаемся с одной точки в другую, мы можем переместиться на более высокий уровень при следующих поколениях технологии, мы не конкуренты Симмонсу, мы система транспортных лифтов. И он сказал такую вещь, что вы уже сейчас можете решать транспортные задачи, переправы через реку, преодоление небольших пробок, заменять пешеходные мосты, переправы через парки и так далее. То есть вот такие вот несерьезные казалось бы задачи, но под что в принципе мы и рассчитывали Unibike. То есть свою стратегию я могу сказать, что Unibike с гордостью и с виртуозностью выполняет и смело, и очень ловко и немножко изящно и хитро. Эта стратегия действительно работает, дорогие друзья. Второе, что хотелось бы сказать по выводу, то, что неспроста, как мы додумали, был проведен эксперимент, то, что в Unibus вошли на рассчитанный Unibus на 14 человек вошли 17 человек. То есть представим, что в среднем допустим каждый человек, не будем брать поддельный вес, к примеру, 90 кг. 90 кг это полторы тонны. Полторы тонны это всего лишь один подвижной состав. Если умножить максимальную грузоспособность, грузоподъемность пассажиропоток, но мы говорим о перевозке груза в данный момент, то это соответственно в год будет сравнимо одно направление одной путевой структуры с половиной перевозки всей Транссибирской магистрали. А это чуть больше 50 миллионов тонн в год. 118 миллионов тонн в год примерно перевозит Транссибирская магистраль на сегодняшний момент. Это действительно серьезный показатель, который заставляет задуматься, что 2-3 путевые структуры могут максимум 5 путевых структур действительно выдержать потенциал Транссибирской магистрали. И это будет высокоэффективный, интеллектуальный, инновационный действительно транспорт, не ограничивающийся только подключением Wi-Fi, только диджитализацией, цифровкой внутреннего пространства, взаимодействия человек-машина, а действительно представляющая инновацию. И это действительно позволяет нам говорить о том, что даже Unibike, 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 Unibox, что Unibox мы подразумеваем как практикующий футурологи Сергеем Анатольевичем, то, что это будет перевозка грузов, то есть тот же самый Unibike, но фактически там могут перевозиться грузы, то есть либо какие-то штучные материалы, неважно, ручки вы перевозите, золото вы перевозите, руду вы перевозите, определенную грузоподъемность Unibus Unibus может иметь также и осуществлять грузовые перевозки. То есть соответственно сегодня мы уже можем реализовывать в грузовом направлении даже такие проекты как Боливия и все проекты, о которых мы говорили, Бокчарское железорудное месторождение, то есть фактически Анатолий Эдуардович виртуозно выбирая стратегию сразу закладывает качество продукта и ценность этого продукта, даже показывая легкий прогулочный транспорт и Unibus на одной путевой структуре. То есть вы все видели, что также готовится и ферма, но ферма для высокоскоростного подвижного состава, совмещенного с городским пассажирским транспортом, это тот этап, который соответственно будет основой уже в первую очередь для высокоскоростного и на наш взгляд это будет также основой для будущей вакуумной трубы. То есть что такое вакуумная труба для тех, кто не был на наших вебинарах, это уже основа гиперперемещения, это основа гиперскоростей, то, что сейчас позиционирует Илон Маск и то, что Анатолий Эдуардович уже задумывает как следующее поколение технологии SkyWay, то есть это гиперскорости свыше тысячи километров в час. И если говорить про ту реакцию, которую имел вообще Unibike, о той популярности стенда, которую наш стенд имел, то я могу привести такой пример и действительно такой вот случай из разряда истории байк, но это действительно не байка. У соседнего стенда на третий день к нам подошла одна из руководительниц и спросила у Виктора Бабурина, а какой ваш секрет? У вас такой гениальный директор по маркетингу, в чем ваш секрет? Расскажите нам, пожалуйста. То есть у вас весь день с самого утра до самого завершения выставки куча народу, что вы делаете? И да, действительно, дорогие друзья, у нас в первые дни в последующие тоже не было ни стульев, ни то, что не выпивки пива там и колбаски немецкие вкусные, ну, говорили, что вкусные, у меня лично времени покушать не было, отведать их явств, конкурентов, так скажем. И ничего такого завлекающего у нас не было. То есть даже посидеть негде было. И самая завлекающая, самая привлекательная это была технология. Технология, которая как магнит к нам приводила тех людей, которые искали это решение. И один из примеров я могу привести общение, встречу с филиппинцами. Не скажу, что примечательные какие-то люди были, что в них можно было увидеть потенциальных инициаторов адресного проекта, но по рабочей схеме, так скажем, я спросил, есть ли у них какие-либо вопросы. Они уже уходили, мы разговорились, я им рассказал о концепции технологии, и тогда уже разговор перешел и к Виктору Бабурину, и Ротхук. Кстати, Ротхук вообще работал даже не за двоих, как написали в чате, а за четверых он работал, человек, которому скоро 70 лет. И действительно очень показательно также для крупных инвесторов, которые приходили, что бывший министр транспортного департамента Южной Австралии работает на стенде, отвечает на вопросы и является популяризатором, популистом технологии Skyway как в Австралии, так и выясняется во всем мире, участвуя в этой выставке. И, соответственно, филипинцы, уже пообщавшись с кем-то, сказали такую фразу, очень такую весомую фразу, не слоган на всей выставке, а слоган на всей выставке, на наш взгляд, я расскажу чуть позже, но они сказали, мы уже полтора дня ходим и ищем подобное решение. Похоже, мы его нашли и сейчас нам можно отправляться уже в свою страну. Они были поражены, что действительно наша система менее дорогостоящая, чем Underground, что ее можно смонтировать в существующей инфраструктуре их государства и вполне возможно, что в следующем году мы уже приступим к реализации этого проекта. Это один из проектов, один как пример, что родилось буквально на самой выставке во время презентации, рабочей презентации и никогда не ожидаешь на выставках кто и когда появится. Также произошло общение с индонезийцами, с катарцами и кого только не было. Я могу отметить делегации, в том числе, которые были ожидаемы. Вот Арманд было представлено видео и в этом поле несмотря на то, что мы инвестпроводящие системы, разные, конкурирующие, мы движемся в одном поле, дорогие друзья, мы движемся в продвижении проекта Skyway и соответственно те адресные проекты, которые и мы с Сергеем Анатольевичем ранее Арманду помогали, консультировали, реализовывали начало этого проекта Skypark Ireland. Сейчас этот проект, я надеюсь, что будет воплощаться и это один из тысяч адресных проектов и я не побоюсь этого слова, даже больше будет, которые у нас появятся. Но существует, как мы и говорили, ряд адресных проектов, которые вообще сделают основу мировой экономики на наш взгляд, но об этом мы говорили на прошлых вебинарах. Также я хотел бы отметить, дорогие друзья, свою эмоцию и свое знакомство с таким человеком, как Крис. Я не могу называть его имя, вдумайтесь, что этот действительно мощный финансист, экономист, блокчейнер, криптовалютчик и так далее, человек, разбирающийся идеально в финтехе, в маркетинге, в построении бизнеса, запуске с нуля, любых направлений. Недавно он начал выпускать один из инновационных журналов, это Financial Future и финансовое будущее скоро выйдет первый выпуск, там будет статья о Skyway, и мы с Сергеем Анатольевичем уже договорились непосредственно уже о футурологии, чтобы была размещена статья. Криса очень заинтересовала концепция юнибайка, юнибегов, транспортного аккаунта, мобильного персонального пространства и так далее, и тому подобное, все, что мы говорили на вебинарах, но для русских, так скажем, вот на иностранной аудитории мы обкатали, я могу сказать, воспринимается на ура. Это как раз таки то, что мы в том числе будем говорить нашим коллегам словакам. Завтра я отправляюсь на конференцию очередную в Словакию, буквально через несколько недель уже снова в Германию, Батзальдзуфлин, то есть уже фактически как по дежурству по графику мы с Сергеем Анатольевичем туда ездим, и Крис отметил то, что действительно наша технология, вот осталось только подождать, чтобы это все поехало, он готов развивать этот бизнес, промутировать, именно что касается юнибегов, юнибайков, потому что это его очень сильно зацепило, извините, когда человек прилетел буквально на несколько часов, планировал на своем личном самолете, естественно, планировал остаться буквально ненадолго на выставке, остался фактически до конца самого рабочего дня, это говорит о многом, это говорит о серьезном интересе. Также на нашем стенде присутствовали различные делегации, то есть это самарская делегация, было общение с вице-мэром Самары, очень интересное также общение уже за выставкой с представителем Доучбанк произошло и уже непосредственно на праздничном фуршете с одним из представителей российского представителя Доучбанк также произошло очень много действительно не то что неожиданных, но очень правильных контактов, которые все уже прорабатываются и будут прорабатываться. То есть что касается самарского вице-мэра, то это проработка, это дело не одного двух дней недель, это месяца прорабатывались, действительно был подготовлен визит, что очень примечательно, у нас наслоились друг на друга две делегации, то есть не успели закончить самарской делегации, как мне вайбер написал Александр Олегович Шипилов, это представитель Челябинской области, который находится территориально в Москве, и сказал, что мы с Русланом Усмановичем уже на месте. Естественно, я был вынужден переместиться уже непосредственно к Челябинцам, и я могу сказать, нагрузка очень серьезная, когда две делегации ведешь, слава богу, Сергей Анатольевич меня подстраховал, и я уже не обладая таким вот опытом переговоров более 16 лет, как Сергей Анатольевич, ну естественно учимся, потом уже втянулся, начал общаться, но одно я могу сказать, что рамочным соглашением как по Челябинской области, так и по Самарской области быть, и уже запущен процесс согласования, рамочного соглашения по Челябинской области, какие это адресные проекты Родид, посмотрим, будем предлагать также по грузовому направлению, будем прорабатывать, причем это не наша инициатива, по высокоскоростному исполнению уже на 2018 год, и собственно по Самаре также будет проработка. Очень хотелось бы отметить фразу Руслана Усмановича об мнении о нашей технологии, когда он присел в Юнибайк и с Александром Олегович, крутил педали, если когда-то чуть больше 6 месяцев назад, я рассказывал 7 месяцев назад господину Комякову, на тот момент вице-губернатору Челябинской области, что вы сможете крутить педали, я показывал это на различных презентациях, на различных выставках местных, и сейчас действительно человек мог покрутить эти педали, Александр Олегович покрутил, мы засняли видео, и Руслан Усманович, находясь на водительском, но это неправильно сказано водительском месте, потому что у нас беспилотный все-таки транспорт, смотрит, улыбается, и когда Сергей Анатольевич задает вопрос, ну как ощущение, ну вот год назад приходила женщина, рассказывала о вашем проекте, неубедительно, я тогда не поверил, ну а сейчас мы вас убедили, он сказал вы нет, а вот это, и постучал по юнибайку ладошкой, это действительно убеждает, это заслуга, дорогие друзья, всей сети, всех, более полумиллиона людей, которые инвестируют, продвигают проект Skyway, который просто даже регистрируется, это то, что мы представили, действительно, первые действующие образцы, первые действующие машины, и то ли еще будет, потому что до конца зимы планируется уже демонстрация в движении тех же самых юнибайка и юнибуса, но уже по путевой структуре, я видел в чате, и я стараюсь не отвлекаться на чат, когда веду вебинар один, на тролли, тем более, у нас тролли также обучаются, выскоинтеллектуальные, юнитролли, мы их назвали на прошлом вебинаре, но хотел бы ответить на вопрос, почему Антолий Эдуардович, допустим, не был на выставке и на транс, а как вы думаете, дорогие друзья, когда монтируется путевая структура, которая не монтировалась никогда вообще в мире, где Антолий Эдуардович должен находиться на выставке и на транс и презентовать, когда есть Род Хук, который может презентовать, когда есть все активисты, включая меня, включая во главе с Виктором Бабуриным презентации, я не говорю уж о инженерах, конструкторах, я не говорю уж о дизайнере вообще, юнибайка та девушка, которая придумала весь дизайн и немножко обижается, когда Сергей Анатольевич называет юнибайк карасем, но тут действительно высокоэродинамичная форма рыбы, то есть мы здесь увидели рыбу и не стоит на это обижаться, потому что это действительно похвала, это похвала аэродинамики, и если современные электромобили пытаются достигнуть тех показателей, которые мы уже давно переплюнули, то, собственно, это действительно серьезная разработка и серьезная инновация. Еще я могу сказать, дорогие друзья, о реакции вообще современных MLM лидеров, действительно гигантов, то есть я сомневался, приедут некоторые люди потенциально или нет, но они приехали, когда они видели, естественно, когда они садились у Unibike не становились как дети, крутить педали, нажимать на кнопочки, а ведь это только первые шаги Unibike, он еще не стал Unibike, он не впитал в себя все эти различные приложения, за которые многие компании будут еще бороться, и, соответственно, люди говорили, что да, действительно, мы сейчас верим, мы будем развивать, уже первые инвестиции от этих людей пошли непосредственно на выставки инотранс, кто-то хотел давать вообще налом, но мы сказали не-не-не, налом мы не принимаем, у нас четкая финансовая юридическая схема, соответственно, давайте, пожалуйста, через личный кабинет регистрируемся и по схеме краудинвестинга, по схеме convertible debt, конвертируемого займа, пожалуйста, давайте работать, то есть по нашим правилам, они, естественно, согласны, был контакт непосредственно вот к нам с Сергеем Анатольевичем приехали люди, с которыми мы не встречались ранее, и вот на испытании Юнибуса присутствовали эти люди, они сказали, что настолько чистого, открытого, душевного проекта они не встречали, они устали от этой сетевой грязи и они с удовольствием через сетевое построение корпорации будут развивать именно этот проект. Я уже не говорю о переговорах, которые еще до выставки прошли, то есть с человеком, который привлек проект в прошлое более 100 тысяч людей за три месяца и заработал более полутора миллионов долларов, такие у нас сейчас партнеры. Но раскрывать всех нюансов, всех имен мы сейчас не будем, мы поедем с ними на Экотехнопарк, потому что подобные люди, они даже не на выставку и на транс приезжают, а на Экотехнопарк, чтобы лицезреть, пообщаться с генеральным директором, генеральным конструктором ЗАО Струнной Технологии Юницким Анатоли Эдуардовичем. И, естественно, как вы думаете, какая у них аргументация там будет против? Никакой, абсолютно. И ехать они туда уже собираются с инвестициями потенциальными от 50 тысяч долларов на человек как минимум. И, собственно, если говорить про мои эмоции, вот непосредственные эмоции от первого дня, дорогие друзья, я могу сказать, что я, как обещал, я действительно пришел, обнял Юнибайк, то есть не обнять невозможно было, потому что это просто радость переполняла. Еще он был закрыт, двери были не открыты. Я увидел эту действительно инновационную машину, высокотехнологичный продукт, и я обрадовался, у меня непонятно, мурашки были по коже от чего, от радости, чуть ли не слезы радости, счастья наворачивались, потому что действительно продукт, который мы наконец-то создали. Когда я говорил и представителям других технических корпораций, и представителям Siemens, что мы сделали это все за 4 месяца, с нулевой точки отсчета, соответственно, до презентации машины один к одному, действующей рабочей машины, которая поедет до конца зимы, это действительно было весомо. что касается посещения стенда, я могу сказать, что вообще не сбавлялось количество людей, и я хотел бы вам сказать, что, как говорят сетевики, тут извините логику сетевика повторю, на таких событиях просто нужно быть. Если у вас есть какие-то крупные инвесторы, если у вас есть люди, которые сомневаются, то, пожалуйста, пригласите их на такое событие, проследите, чтобы они поехали. Уже здесь аргументация будет стопроцентная железобетонная. Естественно, сейчас будет тянуться, верениться делегации, верениться посещений на Экотехнопарк, чтобы увидеть вживую также в наших цехах Юнибайки, Юнимобили, Юнибайки, Юнибусы, извините, оговорочка по Фрейду, и, соответственно, увидеть все это вживую, принять решение, также об инвестициях и развитии. О крупнейших инвестициях также будет идти речь, и одна из сделок, которую мы готовим с нашей крайней поездки в Словакию, она очень успешно сейчас продвигается, но обо всем при свершении и достижении результата. Но как запевка я вам могу сказать, что все движется по крупным инвестициям хорошо. Если говорить также про инновационный пол, мы не могли не отметить Сергея Анатольевича, Перископия, Сергей Анатольевич подробнейшим образом остановился, что такое инновационный пол, почему он зеленый, и я могу сказать, что при сравнении перемещения в метро, при сравнении, даже при перемещении, вот китайцы сделали прозрачный трамвай, воздушный, трамвай, воздушное метро, но есть люди, которые боятся высоты, есть люди, которые боятся клаустрофобии, и мое ощущение, когда я зашел в Юнибус, как будто я прогулялся по лужайке, по парку, действительно, бабочки, трава, можно, хочется действительно зайти босиком туда, а пол будет с подогревом, кстати, и, соответственно, почему он непрозрачный, для того, чтобы избегать вот этого психологического воздействия, это не только эстетически красивое и приятное, но это и технологично, и инновационно, то есть, был вообще вот спор, были сомнения, выдержит ли пол, Анатолий Эдуардович попросил, это тоже был риск, дорогие друзья, постоять в Юнибусе, попрыгать, потому что вот многие спрашивают, он же должен быть подвешен, и так далее, да дело не в этом, дорогие друзья, дело в том было, что выдержит ли пол, зашли вообще 17 человек, выделили какой комплекции соответственно у нас криз, и все даже немножко попрыгали, все выдержало, и соответственно выдержит, и когда это все поедет. Я могу сказать, дорогие друзья, что проводя вебинар на технико-экономический в среду в Юнибусе, это действительно ощущение было эволюции, это ощущение было сопричастности к великому, и все, кто посетили стенд, я думаю, что это эти впечатления, эти эмоции останутся на всю жизнь, так как это первая в мире презентация подвижных составов типа Юнибайк и типа Юнибус. Естественно, будем презентовать Юникары, естественно, мы будем презентовать ЮниЛеты и так далее, естественно, мы будем презентовать новые поколения технологий, но это первые ласточки, которые полетели, и это далеко не первый блин, он вышел как действительно очень высокого уровня кулинарное произведение искусства, если сравнивать с кулинарией. И я немножко оговорился, дорогие друзья, по поводу Юнимобиля, мы это затрагивали на самом технико-экономическом вебинаре, который проходил из Юнибуса, действительно, ощущения были классные, супер, в Перископе это все есть, обязательно посмотрите перед сном, но тот, кто активист действительно Skyway, не пожалейте времени, пересмотрите эти репортажи, потому что они действительно заряжают. И в чем мы увидели необходимость, потенциальную необходимость появления Юнимобиля. Естественно, это будет решать головная компания, мы как практикующие футурологи Сергею Анатольевичем предлагаем данную концепцию как одну из потенциальных потребностей рынка. Нам подходили и спрашивали, вот у вас на втором уровне у вас же это фактически электромобиль и почему бы не переместить сейчас нет инфраструктуры и нет возможности перемещения по струне и соответственно почему бы вам не сделать электромобиль скорее всего у вас это получится. Когда им рассказывали, что на самом деле у нас цех на бывших производственных площадках Юмобиля и когда рассказывали, что такое Юмобиль тут вообще вопросов не оставалось и как когда-то нас спрашивали и та идея, которая витала в голове Анатолия Эдуардовича долгие годы она воплотилась и реализовалась в Юнибайк нас просили вот есть у вас высокоскоростной подвижной состав, есть у вас грузовой, есть у вас городской пассажирский, а есть что-то легкое, есть что-то компактное и тогда родилась концепция Юнибайка и если говорить про концепцию Юнимобиля при сравнении допустим со смартфонами это фактически возможность перехода от пейджера на смартфон с возможностью передачи смс даже от пейджера на обычный кнопочный телефон и далее кнопочный телефон на смартфон со всеми приложениями со всеми функциями и соответственно Юнибобиль это будет как логика переходного момента как логика мобилити 4.0 так же и перерастет это все функцию смс если сравнивать опять же с телефонами я надеюсь что понятно мы выражаемся и изъясняемся по аналогиям но но это будет перемещаясь на первый уровень та же опасная машина высокоэффективная аэродинамичная но это будет опасная машина потому что нужно будет наблюдать все таки за процессом движения нельзя будет полностью отпускать баранку но с точки зрения маркетинга с точки зрения потребности рынка на сегодняшний момент когда все автопроизводители стали как один двигаться в области производства электромобилей и уже и Peugeot и Renault Microsoft вообще говорит что Renault оснастят безвкусным интеллектом и в области Big Data больших данных все это движется и соответственно рынок он спрашивает он не диктует он спрашивает не хотели бы вы вот это направление снова реализовать как корпорации сегодня реализуют но все функции все функции Unibag Unimobile даже если вот он появится он приобретет только переходя на второй уровень только перейдя на второй уровень мы избавимся от тех проблем от тех недостатков которые имеют современные беспилотники современные робомобили я немножко перечислю то есть это соответственно элементарная этическая задача решение вопроса когда идет пешеход не дай бог ребенок не дай бог старик либо старушка и нужно решать либо робомобилю съехать с пассажиром в кювет либо в препятствие либо в столб либо сбить соответственно пешехода машина это решить не может то есть тут естественно должен принимать решение человек на втором уровне такого не будет потому что будет строго порядочное движение по системе автоматизированного без пилотного управления второй пример ямы ремонт дорог гугл навигация все это также робомобили на данной стадии не смогут предусмотреть и может затормозить попасть опять же в дтп либо обвешивать окружающую среду и сам электромобиль огромным количеством датчиков обучать машинному зрению еще более эффективному но это дорогие друзья лет через 10 причем при вливаниях миллиарды долларов и соответственно естественно выход просто переместить на второй уровень где нет ям где нет луж и где нет ремонта дорог второе то что естественно это количество дтп и перемещаясь на второй уровень мы минимизируем и вообще нивелируем количество дтп и количество возможных смертей еще это загрузка современных мегаполисов и применяя электромобили мы не решаем проблему пробок соответственно перемещение на второй уровень вы сами прекрасно понимаете и также расход топлива также расход электроэнергии и отсутствие потенциальной потенциальной компенсации этого расхода что касается юнибайка я могу сказать что крутя педали вырабатывая вообще вот всего лишь несколько киловатт мы сможем двигаться 60 километров в час и естественно для скорости 150 километров в час нужно будет подключать аккумулятор уже будет двигаться сам юнибайк но для движения 60 километров в час то есть в принципе логика перемещения современного велосипедиста этого абсолютно достаточно и что касается такого расчета Анатолий Эдуардович который мы с удовольствием приводим в виде примера дорогие друзья то что 1 миллиард юнибайков 1 1 миллиард юнибайков сможет заменить соответственно 45 АЭС а что такое 1 миллиард юнибайков посмотрите сколько вообще вот смартфонов и сколько участников взаимодействия системы интернета вещей то есть это наши люблю приводить пример сейчас вот робот-пылесос и все никак не могу его приобрести существует которые можно находясь далеко вообще в другой стране включать по Wi-Fi чтобы он пылесосил чтобы он работал раньше это было невозможно сколько таких устройств связано через систему интернет вещей больше миллиарда дорогие друзья если говорить про систему юнибайков то с минимальной задержкой интервалом между перемещением друг за другом 2 секунды можно будет направлять подвижные составы и соответственно эта цифра действительно реально достижима и когда будет вырабатываться электроэнергия это может компенсировать затраты 45 чернобыльских аэс то есть атомных электростанций это действительно серьезный показатель я не говорю уж про то что юнибус сравнивали с тесла модул с и это такое сравнение на тот момент у нас юнибайк невозможно было сравнивать так как эта концепция только разрабатывалась ну возможно Анатолий Эдуардович сравнит кстати юнибайк с новой компактной моделью тесла так как это такого похожего класса электромобили и если в 20 раз более эффективный наш был юнибус то я представляю во сколько более эффективный будет наш юнибайк если говорить про инновационность про те приложения которые в себя впитает юнибэк то я уж тут вообще просто молчу и все мы понимаем дорогие друзья что да сейчас нужно выбирать правильные стратегии что касается юнимобилей мы видим Сергею Анатольевич то что теоретически если это направление будет принято мы сможем произвести фурор на автомобильных выставках на всех вообще и туда приезжают далеко не только министры губернаторы и так далее туда приезжают просто богатейшие люди со всего мира а вспомните как начиналась развиваться сфера эпоха электромобилей как раз таки богатые люди в своих дачах фазендах на берегах океанов морей стали эксплуатировать электромобили и юнибэги как раз таки также могут эксплуатировать эти из высоких слоев люди небольшое количество времени конечно пройдет до того как это станет непосредственно уже народным электромобилем второго уровня робомобилем беспилотным автомобилем и что мы можем сказать что вообще вот при всей концепции транспорта второго уровня будет исчезнет достаточно много транспортных специальностей и такая профессия как дальнобойщик соответственно она уйдет в небытие но корпорации которые обладают сегодня мощью грузок перевозок смогут арендовывать юнибоксы смогут пользоваться юникарами смогут строить продуктовозы и соответственно осуществлять еще более эффективный бизнес потому что те вещи которые называют сегодня что ускорит пять вещей допустим современный бизнес это область больших данных то есть это различные RFD метки датчики сенсоры это интернет вещей то есть это соединение в одну глобальную сеть и знаете что дорогие друзья пришло мне в голову на выставке инотранс уже подытоживая то что транснет когда замкнется замкнется не только транспортная сеть но и что-то мне подсказывает замкнется и инвест проводящая система потому что уже максимально максимально большое количество людей будет владеть информацией о проекте Skyway да они уже не будут инвестировать в головную компанию да уже финансирование будет закрыто но соответственно будет возможность инвестиции в адресные проекты инвестиции в целевые проекты которые будут обладать меньшей доходностью но будет минимальное я бы сказал вообще отсутствие каких-либо рисков поэтому дорогие друзья я хотел бы сказать что да мы движемся на сегодняшний день на таких этапах да мы достигли таких результатов соответственно решать каждому самому инвестировать либо нет наблюдать это обращение к тем кто только присоединяется к нашему проекту одно я могу сказать что даже в этом месяце будут происходить переговоры с достаточно серьезными крупными инвесторами зреет сделки которые продолжались и продолжаются я думаю они дойдут до победного завершения и в 2017 году мы посмотрим насколько ускорится финансирование насколько быстро мы даже перейдем с 7 этапа на 8 я не знаю когда это произойдет теоретически предполагаю что это произойдет в ноябре но это произойти может намного быстрее потому что этапы у нас движутся в зависимости от финансирования то есть если будет достаточно серьезное поступление то может пройти несколько этапов но одно я могу сказать что родить технологию за меньший срок по опыту вывода на рынок и показательной демонстрации технологии Skyway то что и было реализовано раньше срока не получится но те сроки которые сейчас были заложены и которые собственно мы соблюдаем которые мы опережаем они действительно войдут в историю как сроки которые делает небольшая корпорация имеющая планы стать мировой транснациональной корпорацией количеством людей в научно-производственном конструкторском предприятии чуть больше 200 человек и соответственно вот в такие сроки за 4 месяца с нуля до конкретного завершения реализовывать такие проекты как юнибайк и реализовывать конструировать собирать такие уже городские пассажирские метро транспортные лифты как юнибус с огромной пропускной способностью с огромной пассажирской емкостью бета дорогие друзья это действительно стоит того чтобы хотя бы обратить на это внимание ну а я с вами прощаюсь до следующих вебинаров как мог постарался вам донести информацию которая родилась у нас в мыслях мыслей будет еще очень много то есть Skyway это все мы вебинар не будем умещать ну я могу сказать что Skyway это новая система международной транснациональной безопасности это что закладывается на следующий вебинар что строй Skyway спасай багаж то есть мы приведем статистику потерянных багажей насколько больше счастливых людей будет без потери багажа без задержек рейса без пересадок с коями дорогие друзья мы сталкиваемся фактически ну я могу привести статистику один из пяти перелетов но обходится с какими-то косяками со стороны авиакомпании ну если говорить про завтрашний перелет уже аэрофлот прислал смс куда же было смс автоматическое оповещение через голосовую почту через смартфон что извините откладываем рейс благо это не промежуточный рейс иначе бы он просто пропал при Skyway такого не будет и многое поменяется так как качество жизни человека будет изменено только в лучшую сторону поэтому рынок отреагирует максимально четко максимально эффективно и поэтому дорогие друзья мы создаем самый крупный бизнес раз и навсегда и мы обгоним всех и навсегда что сейчас и делаем строй Skyway спасай планету с вами Алексей Суходоев Сергей Анатольевич сегодня в командировке уже по пути в Словакию попутно вначале он переговаривается с потенциальными достаточно серьезными интересными инвесторами но вот на фотографиях я не буду раскрывать тех людей кто на ней изображен но очень очень серьезные люди и очень радостно что такие люди сегодня с нами развивает проект счастливо дорогие друзья здравствуйте с вами Михаил Кириченко вы смотрите новости Skyway в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий мы с вами на выставке в Берлине и на Транс и первое интервью для вас такое уже более-менее развернутое даст человек которого не нужно представлять Род Хук директор нашей австралийской компании hello Род Майкл lovely to see you again and isn't it exciting being here in Berlin Род Хук говорит что очень волнительное событие быть вместе с нами и с вами естественно в Берлине how do you like the first day of the exhibition well I think it's mind-blowing actually so many people 2700 exhibitors there are so many people out there trying to sell products I've been to the opening ceremony they're talking about the need to be innovative be environmentally friendly be energy efficient all the things that Skyway is so to then come to the stand here and I have seen the slender beam structure to now see some of the rolling stock being unveiled is particularly exciting this would go very well in our country я спросил Родаху какие его впечатления от первого дня в Иске он говорит это все просто потрясающе mind-blowing практически выносит мозг прямой аналог русского выражения он говорит что был на церемонии открытия и все говорили о том что транспорт будущего должен быть экологически чистым он должен быть экономичным короче все то чем Skyway уже является и здесь более 2700 участников которые продают свой транспорт но только наш транспорт отвечает всем требованиям будущего уже сегодня я спрашиваю Рода что ожидает нас в ближайшие дни и в чем его функция на выставке потенциал инвестор знал что это выйдет и я думаю Skyway у нас есть хорошая история Продолжение следует...